Привет-привет, водолеи! Меня зовут Мустафина Ирина, и сегодня с помощью Таро мы рассмотрим события, которые произойдут в вашей жизни благодаря Новолунию 1 ноября. Итак, первая карта. Луна. Кажется, у вас относительно этого дня или периода Новолуния были не очень хорошие предчувствия. Возможно, вы видели дурной сон или что-нибудь еще. Не стоит пытаться в этом видеть что-то особенное. Скорее всего, дело просто в усталости или в сложных отношениях с окружающими. Однако в любом случае не форсируйте события. Будьте осторожны и бдительны во всем, за что беретесь в ближайшие две недели. Такая тактика наиболее перспективна, поскольку позволит не спугнуть то хорошее, что, возможно, пока еще не видно за внутренними проблемами и дискомфортом. Помните, что в этот период вашим дымочатцам нужна любовь, внимание и забота. По возможности проводите больше времени вместе, и вы поймете, что домашняя идиллия бывает не только в голливудских тюрьмах. Кстати, смотрите прогнозы по вашим основным первым знакам зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку луны. Так как порой расклады и гороскопы могут сильнее проигрываться как раз по асценденту, а не по солнцу. Но тем не менее, зная все три знака в своей натальной карте и смотря прогнозы по ним, вы точнее будете понимать связь событий в своей жизни. А сложив их вместе, вы практически получаете индивидуальный расклад. Если вы не знаете до сих пор, кто вы по асценденту или луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асценденту и луны в вашей натальной карте. Ну а мы смотрим следующую карту. Это у нас колесо с фортуны. Не исключены удачные путешествия, встречи и увлекательные знакомства в данный период. В эти две недели многое в ваших руках. Беритесь за любую важную для вас сферу жизни и реализуйте задуманное. А новолуние поспособствует в реализации. Вас ничто не сможет расстроить, вы будете стрессоустойчивыми и упорными. Поэтому все препятствия сможете быстро преодолеть. Друзья, не забывайте, что это общий расклад. И если вы хотите получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждет только вас, и как использовать эти знания, закажите индивидуальный прогноз. Пишите в WhatsApp или Telegram. Хочу узнать больше о прогнозах. И я пришлю вам информацию об этой услуге. Ну а у нас следующая карта. Десятка жезлов. Данная карта говорит о том, что есть опасность взвалить на себя много обязанностей и ко второй половине месяца заработаться так, чтобы получить хроническую усталость и рассеянность. Разделяйте обязанности в ближайшие две недели в соответствии с наличием сил на их выполнение. А также берите на себя только свои обязанности, а по возможности и их распределите среди тех, кто будет готов вам помочь. Если же вы будете видеть, что кто-то пытается переложить на вас свою ответственность, то проявите характер и скажите четкое «нет». Если вам понравился этот расклад, то не держите его при себе. Поделитесь с друзьями, вдруг им тоже пригодится. И обязательно подписывайтесь на канал. Здесь каждый день выходят новые видео, чтобы помочь вам разгадать тайны Вселенной. Ставьте лайки и пусть удача всегда будет на вашей стороне.